Приветствую вас. Сразу хотел бы, наверное, извиниться за возможные повторы, которые могут быть при ответе на ваш вопрос, потому что он достаточно такой узконаправленный, если можно так выразиться. Это достаточно узконаправленный вопрос и, соответственно, мой ответ может в чем-то где-то прикликаться с ответами моих коллег. Надеюсь, что и вы относитесь к этому субъективно. Итак, мужчина-рыба по гороскопу. Спешите вы. Сразу хочется сказать, что его гороскоп для психологов не столь важен. Потому что мы все-таки психологи, а не эзотерики. И для нас именно гороскоп значения не представляет никакого абсолютно. Так что тот факт, что вы говорите про то, что ваш мужчина это рыба, может свидетельствовать с точки зрения психологии о том, что вы, например, о том, что, например, вы перекладываете ответственность, вот, значит, с себя и, возможно, значит, с него на то, что, вот, кто-то по гороскопу, кто-то. Мне не кажется это хорошим моментом, мне не кажется это позитивным моментом, потому что, опять же, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, профессиональной психотерапии, не имеет значения, кто мужчина по гороскопу. Вот. Это первое. Второе. Значит, в отношениях никогда не проявляет инициативу, но счастлив, когда проявляю я. Мне кажется, что вам коллеги говорили уже о том, что есть разные люди, есть разные типы личностей, и кто-то может проявлять инициативу, а кто-то нет. У кого-то есть для этого ресурс, ресурс, а у кого-то нет. И то, что мужчина инициативу не проявляет по отношению к вам, это говорит, скорее, об определенном его характере, но ни в коем случае не говорит о том, что он к вам как-то относится. Как-то обязательно, например, негативно или, наоборот, позитивно. То есть, его поведение, именно поведение, его поведение, это поведение, которое проистекает из характера мужчины. Так или иначе. Дальше. Значит, вам желательно определить, что для вас, какое значение для вас имеет то, что вы проявляете инициативу. То есть, если вам, например, инициативу проявлять тяжело, если вам, например, инициативу проявлять неприятно. Если вам, например, кажется, что проявляя инициативу вы как-то обесцениваете себя, ну или что-то вроде того. Ну вот. То делать этого, конечно же, не стоит. Потому что мужчина, исходя из контекста ваших взаимодействий, мужчина воспринимает проявление, проявление инициативы здесь, как нечто само собой, разумеющееся как что-то, что вполне устраивает его. Я думаю, что он и выбирал себе изначально такую женщину, возможно, которая бы проявляла инициативу больше, потому что он сам, например, инициативу проявлять, ну, допустим, просто не готов. Не готов, не может, не хочет, боится. Разницы особо здесь нет. Но это момент, на который вам желательно обратить, конечно же, свое самое прицельное внимание. Что если вам тяжело проявлять инициативу, если вы неестественны в этот момент, когда, когда проявляет инициативу, то возможно проявлять ее и не стоит. Понимаете, о чем идет речь. Дальше. Он просто нерешительный или использует меня. Ну, надо сказать, что любые отношения представляют для себя в той или иной степени использование. Любые абсолютно отношения являются использованием друг друга. Поэтому мне думается, что он в любом случае вас использует, потому что отношения без использования невозможно. Это невозможно быть в отношениях с людьми, да, и не использовать человека. Это невозможно сделать, потому что, ну, всегда есть, вот, какое-то взаимодействие между людьми. И когда люди взаимодействуют друг с другом, то так или иначе происходит использование. Вот. Так что здесь, скорее, ваше представление об отношениях, ваше представление о том, как выстраиваются. Отношения, ну, возможно, является несколько идеализированным. Вот. Несколько, повторюсь, идеализированным. Не на сто процентов, но несколько. Вот. Что касается его нерешительности, что тут важно понимать одну вещь, что нерешительность человека – это комплекс. То есть, когда человек хочет быть, например, более активным. Когда человек хочет быть более инициативным. Когда человеку это нужно, в общем-то, именно, когда человеку это нужно, когда человеку это необходимо. Он этого хочет, но не может. Вот в этом случае можно говорить о том, что человек нерешительным. Но, когда человек просто не проявляет инициативу, когда человек просто является таким вот, ну, достаточно пассивным, если можно так выразиться. Да? Вот. То это назвать нерешительностью вряд ли может. С самого начала инициатором общения и отношений с мужчиной выступала я. Ну, если вы с самого начала выступали инициатором общения и взаимодействия с мужчиной, то совершенно очевидно, что он будет от вас в дальнейшем ожидать именно этого. Потому что, ну, потому что вы так себя зарекомендовали. И, понимаете, тут быть тонкость в том, что если, допустим, что-то изменится. Если, например, вы измените свое поведение, если вы измените свое отношение, то мужчина всегда может, например, сказать или спросить у вас, что такое? Почему ты изменила ко мне свое отношение? Почему ты изменила ко мне свое поведение? То есть, для мужчины это будет выглядеть, по сути, ну, достаточно негативно подобное изменение. Вот. И это желательно понимать. То есть, если вы изначально себя зарекомендовали вот так, если вы изначально поставили себя в отношениях так, то у мужчины, соответственно, ну, складывается какой-то определенный образ ваш. Хороший ли он, плохой ли он, да, это не так важно. Важно именно то, что этот образ есть и что, как бы, ему это нравится. Ему нравится этот образ, который, вот, вы нарисовали. Вот. Особенно, если это было с самого начала. Отношения. Сейчас у нас, так сказать, свободные отношения, что ли. То есть, мы проводим вместе время, общаемся, встречаемся, спим вместе, но мы не пары. Я бы сказал, что здесь вам важен некий социальный статус. К сыне, потому что смею вас уверить, смею вас заверить в том, что вы уже пары. Да, мужчина этого не признает. Мужчина боится, возможно, брать ответственность на себя. А может быть, ему это просто не нужно. Тут сказать однозначно достаточно сложно, потому что, ну, для этого нужно с мужчиной поговорить, а не с парами. Но вы уже, так или иначе, пара. Это совершенно точно. Вы совершенно однозначно являетесь парами. Потому что только пара проводит время вместе. Только пара, в принципе, может спать и так далее. Да, может быть, вы не крепкая пара. И, может быть, ваши отношения еще недостаточно прочны. Но вы пара. Другой вопрос, насколько вам важно, чтобы мужчина, например, признал этот факт. Признал этот факт, что вы пара. Насколько вам, лично вам, это ну, насколько лично вам, это важно. Потому что, да, потому что, через весь ваш текст прослеживается некая потребность в предопределенности, стабильности и так далее. И это было бы нормально, если бы касалось только вас. Но касается это мужчин другого человека. А ставит себя в зависимости от другого человека. При любом раскладе является крайне уязвимой позиции. Потому что у мужчины могут, точнее, измениться планы. Мужчина может начать вести себя по-другому. Потому что человек может, там, как-то, не знаю, иначе себя воспринимать. Ну, короче, короче. Очень много может быть моментов, которые способны оказать на него воздействие. На мужчину я имею ввиду. И получается, что, ожидая, требуя от него чего-то, требуя от него какой-то определенности, вы ставите в зависимость себя, вы ставите под сомнение свою жизнь, вы ставите под сомнение свое собственное счастье. Вы, как бы, впадаете от него в зависимость. Понимаете? То есть, есть некое условие между тем, что делает мужчина, и тем, что будете делать вы. Это означает определенную степень, ну, это означает определенную степень неестественности вашего поведения. Что в итоге, конечно, может привести только лишь к усилению негатива, к усилению какого-то недовольства вами. То есть, недовольства у вас, мужчины, его действиями, например, и так далее. Потому что уже сейчас это, допустим, происходит. Дальше. Так, значит, он очень закрытый человек сам по себе, но медленно начинает пускать меня в свою жизнь, начинает доверять, делиться со мной всем, проявляет определенную заботу. Слушайте, я не вижу обязательные связи между тем, что он делает и тем, что он такой вот закрытый человек. То есть, может быть, может быть, он ведет себя так, ну, со всеми людьми. Может быть, для него подобная позиция это нормально. То есть, может быть, он просто такой человек, что сразу не может раскрыться. Просто он считает, например, что для этого нужно время. Вот. Почему вы называете его закрытым мужчиной? Почему вы называете его закрытым человеком? Для меня, если честно, в некоторой степени загадка. Потому что, как я уже сказал, есть разница. Есть разница, да, когда человек от чего-то, например, испытывает дискомфорт, да, и хочет, допустим, этот момент поменять. И когда человек, в принципе, человек, в принципе, все устраивает. Понимаете? То есть, он не обязательно закрытый. Он может быть просто такой. Понимаете? Вот он просто такой. И все. То есть, как будто вы, вот вы позиционируете себя так, как будто вам хочется, чтобы этот процесс происходил быстрее. Вот вам хочется, чтобы процесс происходил как-то быстрее. чтобы он быстрее вас, ну, я не знаю, чтобы он быстрее, может быть, вас принял, чтобы он быстрее, быстрее спустил вас в свою жизнь. То есть, как будто вот вы, знаете, ну, просто не удовлетворены тем, что происходит сейчас. Я могу вас понять, правда, я могу вас понять, я могу понять, что вы не удовлетворены. Но он, как правильно заметили мои коллеги, такой человек, когда, да, проявляет определенную заботу. Вот еще такой важный, важный, мне кажется, момент, потому что проявляет определенную заботу. Это звучит примерно так. Это звучит примерно так. С вам этой заботы мало. Просто мало этой заботы. Я не обвиняю вас сейчас в том, что вы, там, как-то неправильно себя ведете. Но нет цели, нет желания вас обвинять. Просто если вам заботы его действительно, например, не хватает, то нужно поисследовать уже именно ваше восприятие, именно вашу личность, чтобы определить, насколько вы чувствуете себя, например, полноценным. Поскольку самостоятельно вы идете по жизни своей. Опять же, я сейчас не хочу вас ни в чем обвинять. Нет цели в чем-то вас уличать и так далее. Он никогда почти не делает первые шаги. Ну, опять же, он изначально первых шагов и не делал. То есть для меня несколько здесь вот выглядит загадкой. Почему вы хотите, почему вы ждете, что мужчина будет делать первые шаги. Но если он не делал их, а он их не делал, да, он не делал первых шагов по отношению к вам, то почему он должен делать их сейчас. Или вы, там, допустим, рассчитывали, или вы считали, что вот, ну, вы считали, что пройдет какое-то время, да, и он начнет что-то делать. Пойдет какое-то время, и он начнет как-то себя вести. Пойдет какое-то время, и он начнет как-то себя проявлять. Ну, это достаточно распространенная ошибка, потому что вы, как бы, в данном случае, вы мечтаете, вы мечтаете, вы хотите не мужчину самого, да, а вы, как будто бы, вы ориентированы на то, во что он может развиться. То есть вы достраиваете образ человека. Вот. Написать, позвонить, предложить, встретиться, и очень редко он выступает инициатором в таких вещах. Ну, так он всегда редко проявлял инициативу в таких вещах. То есть, опять же, да, вот почему у вас сейчас появилось вот это вот требование? Может быть потому, что вы считаете, что вот мы в отношениях, и, допустим, или что мы сближаемся, или, например, что он со мной спит, и поэтому он должен себя как-то проявлять. Угу. Нет. Нет. Это вопрос ваших ожиданий. Это вопрос того, как вы воспринимаете самого человека, как вы воспринимаете, возможно, даже, вот, мужчину. Именно, именно мужчину, как вы воспринимаете, насколько, ммм, насколько целостно вы его, вы его воспринимаете. Вот. Почему вы считаете, что он должен, значит, совершать действия, которые, ну, для него, например, не характерны? Да. Дальше. При этом неизвестны два факта. У него точно никого нет, кроме меня. Он действительно очень много работает, и времени у него немного. Но вы знаете, это не факт, к сожалению. Это скорее, эээээ, просто такие, такие, ээээ, рационали... рационалистические представления, конструкции. Потому что у меня нет ощущения, что вы на самом деле, опять же, принимаете человека таким, какой он есть. Вот. Ибо его действия вы воспринимаете как то, что он вам изменяет, например, уже, то есть вы сомневаетесь в себе. Его действия вы объясняете тем, что у него много работы, да? Но вы прекрасно отдаёте себе отчёт, я уверен, что несмотря на то, что у него может быть много работы, он сам эту работу выбрал, несмотря на то, что у него много работы, он может прекрасно понимать и отдавать себе отчёт в том, что есть вы, который требуется внимания, есть вы, который, ну, необходимо внимание, да, и он бы, он бы это внимание проявлял, если бы хотел, если бы мог, если бы у него были бы до этого ресурсы. Но у него либо этих ресурсов нет, либо он этого не хочет, либо он этого не может. Либо он считает, что вам этого не нужно, потому что, ну, потому что вы изначально вели себя, как достаточно такой независимый человек, да, вот. Поэтому здесь вы пытаетесь его понять. Я вас тоже могу понять. Могу понять, что вы пытаетесь его понять. Но на самом деле, в направлении понимания себя, вам желательно бы двигаться. Потому что, м-м-м, для чего вы написали эти два факта? Зачем вы написали эти два факта? Чтобы что вы написали эти два факта? Он не стремится создавать с кем-то отношения сейчас, именно в данный момент времени. Ну, может быть, он вообще не стремится создавать отношения в той форме, в какой вы считаете. Я пытаюсь разобраться, просто использует меня или же есть шанс, что я ему действительно симпатичен. Здесь история про вашу симпатиченку, потому что вы как будто бы сомневаетесь в том, что вы ему можете быть симпатичен. Вот. Это история про то, насколько вы хорошо к себе относитесь, насколько вы адекватно себя воспринимаете. Если я подожду, я тоже не тороплюсь с отношениями, так как у самой кардинальная загрузенность, и просто продолжит то, что есть. Со временем, когда мы оба будем готовы, у нас может, что-то получится. Что-то получится, безусловно, может, но, ага, опять же, мужчина занял свою нишу в отношениях с вами. Он не хочет чего-либо другого. Ему не нужно что-либо другое. Он хочет, чтобы было, вероятно, вот так. И получить у вас можно только в том случае, если вы оба будете занимать позицию, которая вас устраивает. В данном случае мужчина устраивает пассивные позиции, а вас устраивает более активные позиции. Ну, априори. Дальше. То есть, значит ли то, что он крайне редко пишет и звонит первым, то это ему неинтересно. Это значит только то, что вы не уверены в себе. Ещё один нюанс. Мы знакомы очень давно, общались с ранее всегда. Так, Жиганра Трансова. Он всегда выходил на контакт, бы сам звонил. Нет, ну, вы можете ждать по полгода, когда он будет сам выходить на контакт, но можно ли так построить отношения? Это большой вопрос. Светлана снова живем вместе. Так, ну, тут, ну, тут просто, это не нюанс, на самом деле. Смотрите, человек проявляет инициативу тогда, когда ему хочется. Ему хочется. Ну, это не делает его плохим или хорошим. Это вопрос, скорее, о том, устраивает ли это вас. Если устраивает, если такая позиция, такое поведение, такое отношение вас устраивает, что он будет раз в полгода предполагать инициативу, а вы, например, этого делать не будете, ну, тогда никаких проблем нет. Если же не устраивает, то, тогда обещать вам. Вот и все. Поэтому, тут, на мой взгляд, история может быть вот такой, такой, такой и только такой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.